Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, поздравляю вас с Новым Годом, с наступившим и с сегодняшним воскресным днем. Видите, сегодня совпал один праздник с другим, и так как сегодня неделя, то есть воскресенье перед Рождеством, то читалось самое начало Евангелия от Матфея, где сначала излагается родословие Иисуса Христа, а потом говорится о Рождестве Господа. И вот это сложное чтение с перечислением множества имен таких редких и старинных, оно многим кажется ненужным, потому что, ну, зачем это нам надо знать? Раньше-то, конечно, вот когда Закон Божий изучали в дореволюционных гимназиях и школах, то там учили родословие Иисуса Христа наизусть. Ну, вот так вот, в качестве, так сказать, и тренировки памяти, и вообще это считалось важным знать имена предков по плоти Иисуса Христа. Да, ну, сейчас, конечно, это не учат, сейчас учат много чего другого, и вряд ли можно, так сказать, предположить, что то, что учат сейчас, уж намного нужнее, да, и намного важнее, и намного лучше память тренирует. Ну, вот сейчас, конечно, нам не надо все это учить, да, хотя многие, я думаю, православные, у которых это на слуху, чтение Евангелия, они в созвучии даже по какому-то уже знают многие имена эти. Но дело-то все не в этом, а дело в том, что в древности, в еврейском народе было это принято, знать своих предков, и это было неким таким свидетельством того, что ты, ну, являешься членом общества, что ты действительно, вот, гражданин, что ты знаешь свое родословие. Это называется, называлось толдот, по-еврейски толдот, и сейчас это слово толдот в нашем языке, в таком немножко вульгаризированном глаголе толдычить, да, толдычить, вот это что-то такое повторять одно и то же, не понимая смысла. Так вот, каждый еврей в древности, он этот толдот знал на зубок, наизусть, его ночью разбуди, и он тебе всех своих предков, там много колен назад, всех тебе расскажет. И более того, был некий такой, видимо, документ, в котором были написаны все твои предки. Да, сейчас мы-то не знаем прадедов своих в основном, даже имена, да, уж про прадедов-то это редко кто знает. Даже если их захотим узнать, это вряд ли получится. Некоторые сейчас в архивах пытаются свою, да, раскопать родословие и так далее, но это сложно сейчас, потому что все-таки мы из истории, как бы, вот, сами себя выдернули. А вот в то время это было важно. И когда человек приходил куда-то, да, ему надо было представиться. И он не просто представлялся, я Иван Иванович Иванов такой-то, да, а ты представься, из какого-то рода, из какого-то колена, да, из какого-то, так сказать, племени, кто твои предки. И вот этот человек должен был свой толдот этот представить. А апостол Матфей, он, как вы, наверное, знаете, он писал-то в основном для евреев, для евреев свое Евангелие. Потому что там Марк, например, писал для язычников, Лука тоже в какой-то степени уже для тех, которые обратились к христианству из язычников. Да, а Матфей, он такой представитель иудео-христианства, и он писал для евреев, да, и недаром же в его Евангелии очень много ссылок на Ветхий Завет, очень много цитат оттуда, чтобы евреям доказать, подтвердить им, что вот Христос, Иисус есть Христос, и именно тот Христос, которого прорекали, о котором прорекали пророки. И вот именно для того, чтобы представить как бы Иисуса вот этим своим читателям, Матфей излагает его толдот, излагает его родословие. Понимаете, потому что всегда так, ты сначала не говори, а сначала представься, а потом, когда представишься, тогда уже будешь говорить. И вот Матфей таким образом представляет Иисуса евреям. Но все-таки обратите внимание, что все имена, они разделены на три таких группы. Сначала от Авраама до Давида, потом от Давида до переселения в Вавилон, потом от переселения в Вавилон до Христа. И всех родов по 14 было. И вот это вот такое отношение к цифрам, числам, оно тоже было свойственно древности, потому что число 14, в нем таким прикровенным образом было зашифровано имя Давида. Потому что совокупности, вот, вы знаете, что во многих древних языках не было чисел, не было цифр, а цифры обозначались буквами. Буквами, так же, как в славянском языке, вот, например. И каждая буква имела цифровое значение. И вот это вот совокупное цифровое значение имени Давида было 14. Ну, и вообще, само это число 14 было особо таким сакральным. И вот апостол Матфей указывает и на это, что вот посмотрите, вот здесь 14 родов, здесь 14 родов, здесь. То есть это не просто так, это не случайно, а это именно показывает полноту времен. Это показывает, что именно в то время, когда должно было родиться Христу, вот он и родился. Да, ну, вот такие некоторые только нюансы, которые, может быть, вы не знали, я вам напомнил. А так, конечно, их намного больше. Там можно обратить внимание на тех женщин, которые упоминаются в родословии, да, Иисуса Христа. И каковы они, эти женщины, и кто они. Можно обратить внимание на то, что имена этих людей не всегда это были люди благочестивые, да. Некоторые были там и те цари еврейские, которые отступали от истинной веры. И несмотря на это, вот они все-таки были предками Иисуса Христа. Ну, и намного другое, на что богословы обращают внимание, когда говорят о родословии. Но нам важно понять, что Христос вошел в историю, что Христос именно не просто был кем-то, кто показался, да, кто вроде как-то вот непонятно откуда взялся, непонятно какого происхождения, да. И как многие атеистические, значит, идеологи пытались доказать, что и не было никакого Иисуса Христа, да, что это выдуманная вообще какая-то личность. Так вот, на самом деле, это, конечно, все не так. Так что о Христе как исторической личности осталось много свидетельств. Они, конечно, такие не явные, может быть, когда речь идет о хрониках, да, речь идет о исторических источниках, но все-таки они есть. А вот, кроме того, и евангелисты тоже дают знания об Иисусе как о конкретном человеке, о конкретной личности, да. Вот. Ну, а мы, значит, празднуя сегодня новолетие церковное и молясь Богу о том, чтобы Господь благословил венец лета благости своей, да, или там в других молитвах сказано, благословил венец лета благостью своей, да, мы, конечно же, как и любое, в общем-то, прошение наше должно быть сопряжено с покаянием. Обратите внимание, да, сама структура молитвы православной всегда, в общем-то, бывает почти всегда одинаковая. Сначала обращение, да, потом прославление Бога, да, потом покаяние, а потом уже прошение, а потом опять прославление, да. И если мы только просим, но не каемся перед Богом, то это прошение не совсем правильное. А вот мы просим прощения за те злые дела, за те грехи, которые мы совершили в прошлом году, и просим у Бога благословения и помощи, чтобы Он избавлял нас от этих скорбных всяких обстояний, от искушений, от возможности повторить эти грехи в наступившем вот этом новом году. А для нас, в общем-то, русских людей этот год особенно знаменателен, да, потому что говорим 17-й год, и по неволе у нас возникает не очень хорошая ассоциация, да, того времени, когда вот мы как раз из этой истории-то буквально на сто лет как будто были выдернуты, как будто мы ее через колено сломали, да, и вывернули, вывихнули все свои традиции, все основы. Может быть, это было обоснованно, может быть, было это и понятно, потому что, ну, действительно, те идеи, которыми увлекся наш народ в то время, идеями справедливости, идеями равенства, да, идеями такого добра, который, в общем-то, для всех людей одинаково доступно, а не только для высших сословий, эта идея очень серьезная, очень важная и, в общем-то, фундаментальная, потому что, если кто-то захочет строить общество, пренебрегая идеями справедливости, то у него, конечно, ничего не получится, да, ну вот, а мы, например, да, наша страна попыталась общество свое построить вот на идеях справедливости, но самостоятельно и без Бога, да, и слишком самоуверенно за это мы взялись, и слишком много дров мы наломали из-за этого, и вот, конечно же, нам надо бы осознать все это, осмыслить и извлечь какие-то уроки, и больше эти ошибки не повторять, потому что справедливость должна быть, и к равенству нужно стремиться, да, и к какому-то разумному распределению, там, богатства, материальных ресурсов тоже любые нормальные люди должны стремиться, но при этом не забывать, что мир несовершенен, что человек и природа человека грехом испорчена, как-то очень кардинально и очень сильно, и поэтому бывает так, что любые хорошие благие начинания у нас могут превратиться в полную противоположность, да, даже христианство можно извратить так, что в конце концов начнутся казни, начнут еретиков сжигать на кострах, да, начнутся изуверства всякие, то есть любую идею можно извратить, вот, ну и, конечно же, вот нам надо как-то попытаться быть смиренными, да, вот именно не только в личностном плане, но и в плане историческом смиренным народом быть, а мы сейчас вот как раз этого не понимаем, то есть чего у нас сейчас абсолютно нет, так это как раз смирение, вот, чего у нас нету, чего у нас есть, наоборот, вот это гордость великая, да, потому что мы считаем себя почему-то при всем, вот, при всем том, что с нами случилось за это столетие, да, мы все равно считаем себя самыми правильными, самыми мудрыми и самыми лучшими, понимаете, вместо того, чтобы иногда брать пример с каких-то других народов хорошим, в смысле хорошие какие-то примеры, мы почему-то вот настолько уверены, что нам учиться ничему не нужно, да, машин, на машинах мы ездим, на иностранных, техникой мы медицинской лечимся иностранной, то есть все бы, что бы мы ни делали, одежду мы носим тоже иностранную, да, но зато учиться ничему нам не надо, потому что мы народ богоносец, вот хорошо бы, если бы это было так, чтобы, если бы мы действительно были бы народом богоносца, но, как я вчера говорил, тоже этого незаметно, потому что я, ну, простой такой нюанс, такой мизерный, можно сказать, пример, что я искал открытки рождественские, их нету просто, их в природе не существует в России, понимаете, а есть только открытки с Новым годом, а с Рождеством нету открыток, никому они не нужны, но зато народ богоносец. Так вот, смирение нам надо приобретать, смирение, смирение в том смысле, что ошибок мы много сделали, хорошо бы эти ошибки не повторять, хорошо бы действительно приобрести мудрость, которая была вот из этих ошибок, да, мудрость, не наступать дважды на одни и те же грабли. Вот, это было бы замечательно, это было бы прекрасно, и дай бог, чтобы вот этот наступивший 17-й год действительно был не временем повторения одного и того же, да, одних и тех же вот этих граблей, а временем, когда наша страна, наше общество, наши люди выйдут на какой-то новый этап развития, да, и нравственного, и политического, и экономического. Вот, и видите, что еще интересно, еще надо обратить внимание на то, что при том, что люди сейчас говорят о, ну, по инерции по какой-то, я думаю, говорят о возрождении церковной жизни и так далее, да, мы-то наблюдаем картину, ну, немножко другую, потому что наш приход, например, не становится уж намного больше, из года в год, был у нас такой какой-то прорыв такой, когда много было людей там в девятом, в десятом году, а потом как-то вот сейчас не сказать, что прям переполнен храм, да, и, в общем-то, во всех церквях почти это видно, потому что прошел тот период, когда люди приходили в храм вот такие очарованные, да, такие заинтересованные тем, что они там делают, вот, недавно вспоминали, как венчались люди там, по десять пар сразу, да, в девяностых годах, сейчас вот это как-то все уже сошло на нет, и вот людей таких вот, которые бы ради моды, ради веяния какого-то приходили в церковь, их практически нет, я считаю, это очень хорошо, это нормально, потому что в погоне за какими-то цифрами, за количеством, конечно, можно пренебречь качеством, да, и вот сейчас никто никого не заставляет, хотя многие говорят, что на кого-то давят, кого-то заставляют быть православными, но это все на самом деле неправда, потому что церковь, слава Богу, никаких инструментов заставить кого-то там, принудить кого-то быть православным не имеет, да, и не должна иметь, вот, вот, и такое вот наступило как бы в этом смысле какой-то баланс, как мне кажется, да, что вот действительно пришла истина, что вот кто такая церковь? Церковь – это вот один процент населения, вот в среднем это везде так, один процент, вот у кого бы я не спрашивал, где-то в хуторах, в поселках, в станицах, сколько у вас населения? Тысяча человек, сколько в храм ходит? Десять человек, все нормально, сколько у нас населения? Двадцать, шесть тысяч, да, сколько в храм ходит? Ну, в среднем даже меньше, чем 260 человек, да, в воскресенье. Сколько там? Семьсот, сколько в храм? Семь человек, вот так вот это железная такая статистика, один процент. Так вот, в связи с этим, опять же, вспоминается революционное время 1917 года, когда много людей тоже вроде бы считались православными, и многие приходили в церковь, приходили, причащались, исповедовались. И как только произошла революция 1917 года, не октябрьская даже, а февральская только революция, Да, и когда к войскам пришел указ Временного правительства о том, что можно не исповедоваться, можно не причащаться, остались документы, остались свидетельства протопресвитеров воинских, да, которые говорили, что чуть ли не половина сразу солдат и офицеров перестали посещать храмы походные, да, перестали причащаться, исповедоваться, а потом еще и меньше их осталось, понимаете. То есть вот так вот. Государство, конечно, много чего может, но вот перед лицом таких вот простых, в общем-то, там еще не было гонений никаких даже, февральская это еще только революция, там не было еще никаких казней верующих людей, да, а уже так сразу раз и число спало. Ну вот и сейчас у нас тоже число спало и, может быть, остались как раз те, которые составляют церковь. Ничего ужасного в этом нет, мы этому удивляться и как-то поражаться не должны, мы только лишь должны всегда помнить, что не страшно как бы отпугнуть от церкви того человека, который не ищет Бога, а вот того человека, который ищет Бога, отпугнуть от церкви страшно. Страшно показать человеку, который ищет истину, ищет Бога, в церкви что-то другое, отсутствие, понимаете, Бога и отсутствие истины. И вот поэтому мы должны как бы быть свидетельством, быть свидетелями Бога для других людей, чтобы люди, глядя на нас, действительно чем-то главным, что в церкви есть, заинтересовались. Вот это я тоже желаю и нам всем, нашему приходу, и всей нашей православной церкви. Ну и всех благ, конечно, желаю вам, да, и духовных, и телесных, и экономического процветания в том числе, потому что сейчас эти пожелания тоже нужны и важны, потому что тяжело людям сейчас выживать, концы с концами сводить, особенно это касается молодых людей, которые еще, так сказать, не обустроились, да, и не устроились, и карьеру не сделали. Сложно, сложно очень сейчас в нашем мире, дай Бог им, сил, крепости, умения, рассудительности, образования, навыков профессиональных, чтобы у них все это получалось. Да, и все-таки при том, что оптимизма сейчас экономического и политического в обществе мало, что все люди как-то голову повесили, да, мало кто видит как-то впереди просвет, но тут надо вспоминать о том, что каждый христианин должен быть, я считаю, ну, в этом смысле, политическим пессимистом, да, а вот в духовном оптимистом. Помните, кто такие нищие духом? Я недавно прочитал, что, оказывается, нищие духом, это не совсем то, что они без духа, не совсем то, что они, то, что они, ну, не обладают духовными дарованиями, не в этом суть, да, а блажение нищие духом, это вроде бы перевести можно правильно, блаженные добровольно нищие, понимаете, то есть те, которые стали нищими потому, что они понимают, что им некому помочь, кроме одного Бога, понимаете, нищий человек, нет у него ни связи, ни родственников, ни помощников, ни благодетелей, никто не поможет ему, только Бог. И вот если человек таким нищим себя осознает, то Бог ему помогает, и таких как раз есть Царство Небесное, как говорит апостол Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, да, вот. И вот мы такими нищими как раз и быть должны. Видя и понимая, что всё вокруг как-то не очень хорошо, пусть даже оно всё и рушится, да, надо помнить, что спасти нас некому, кроме Бога, но этого немало, а это, наоборот, очень много, потому что, если мы будем надеяться на князей и на сынов человеческих, то наша надежда будет гнилой, она рухнет. А вот если будем надеяться на помощь Божию, то эта надежда не посрамит. Ему же слава во веки и веков. С праздником всех! Так, сегодня кто-то готов на воскресенье?